Воскресенье 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 Какое последнее место у нас? 12 глава 28.4, да? Один из книжников, слышая премию и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, всем разумением твоим, и всей укрепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобная идея, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше всех заповедей нет, книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божьего». После того никто уже не смел спрашивать Его толкование. Матвей говорит, что книжник подошел ко Христу, искушая, а Марк замечает о нем, что он разумно отвечал. Не противоречат ли евангелисты друг другу? Нет. Сначала, вероятно, он спрашивал, как человек искушающий, а потом вразумился ответом Христовым и отвечал разумно, и таким образом был похвален. «Впрочем, заметь, что и похвала свидетельствуют о нем, как еще о несовершенном, ибо Христос и сказал, ты находишься в самом Царстве Божьем, а только недалеко». Для чего же законник так смело предлагает Христу свой вопрос? Он думал показать себя Христу совершенным в законе, и для того обращать к нему речь, такую речь, обращать к нему такую речь, как будто бы касался только закона. Но Господь, желая показать, что без любви, при ненависти к ближнему, нет исполнения закона, отвечает на вопрос законника, что первое и большее заповедь есть – любить Бога, а второе подобное – любить ближнего. Почему же подобно? Потому что они обе тесно связаны между собою. Ибо любящий Бога любит и создание Его, а ближайшее к Богу и создание есть человек. Следовательно, любящий Бога возлюбит и всех человеков. И наоборот, кто любит ближнего, тот тем более любит Бога. Ибо если Он любит людей, которые часто бывают виную соблазнов и ненависти, тем более любит Бога, всегда благодеющего. Услышьте Господне слово. Любящий меня заповеди мои соблюдет. Иоанна 14, 21. «Видишь, что от любви к Богу зависит исполнение заповедей Его, и все заповеди Его сходятся к одному предмету – взаимной любви. И в другом месте Господь говорит, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13, 35. Принял вопрос? Да. Стихо Крочетинный говорит, «Ты недалеко от Царствия Божия». А в толковании ты сейчас прочитал, что там было так сказано, что мог быть в Царствии Божьем, но недалеко. Разве может быть человек на земле находиться в Царствии Божьем? Вот, толкование. Впереди толкование. Там написано. «Найди место». Заметьте, что и похвала Сидетью Святанему, как еще Он не совершенен. Ну, не совершенен. Ибо Христоф не сказал. Ты находишься в Царстве. А только недалеко. А по-другому разве мог сказать? По-другому. Ну, во-первых, Иисус говорит внутри вас. Вот я про это говорю. То есть, может ли человек находиться в Царстве Божем, находясь здесь, на земле? Может. Если он любит. А если его нет, значит, наверное, нет. Если он не достиг еще. Но он как-то начинается везде, да, может начать ощущение этого Царствия? Ну, это все равно связано. Вот любовь. Если у человека есть любовь к Богу, к ближнему, то есть, у него тогда мир в сердце и все. То есть, он как будто живет как Царство Божьей. То есть, он не раздражается, он спокойен. Он вверх, он вверх. Благодать Божья дам. Да. Исчерпывай. Марта 12, 35-40. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давида. Ибо сам Давид сказал духам святын, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, до поля положу врагов твоих в подножье ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? Множество народа слушал его с усложнением. И говорил он в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях. Сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие дамы вдох и на боках долго молящиеся, примут тепчайшее осуждение. Толкование. А они, как книжники и фарисеи, были те враги, которых Бог Отец положил в подножье ног Христовых. Но вы не можете сказать, что Давид изрек это не по внушению Духа Святого. Нет. Он Духом называл его, Христа, Господом. То есть, будучи движен благодатью Святого Духа, как же думать, что Христос есть только сын Давида, а не вместе и Господень, его и Бог. Он стал говорить народу, остерегайтесь книжников, которые носят великолепные одежды, и из-за них требуют себе почестей, которые любят принимать приветствие и похвалы на торжище, и все другие знаки славы, которые поедают дамы вдовицы. Вкрадуясь всем беззащитным женам под видом заступников их, которые лицемерно продолжительную молитву, наружным благочестием и лицемерием обольщают неопытных, поедают дамы бедных. Простите, богатых. Нет у меня там и бедных. Нет у меня там и бедных. Там и бедных. Дома бедных. Дома бедных. Да. Зато они подвергнутся еще чуть-чайшему суждению, нежели прочие согрешающие иудеи. Тут выделено. Ибо меньший заслуживает помилования, а сильные сильно будут истязаны. Премудрый Соломона 6.6. Говоря таким образом народу, Господь поучает вместе и апостолов, чтобы они не поступали по примеру книжников, но подражали ему самому. Так как он поставляет их учителями в церкви, то по справедливости излагает эти правила жизни. Вопросы есть? Мы когда говорим о каких-то книжниках, то что только для евреев нас не касается. Священия, если никого не касается. Интересно, а кто двигал этими парисеями? Что двигало? Желание и Дух. Власть. Да. Какой Дух? Дух нечистый. Поэтому Господь и словами с вами очерчивает и показывает, не делайте это. А они думали это нормально, благочестиво. А Господь и говорит, что не делайте этого. А в наше время книжники? Книжники это те, кто заключается под акценты и никто. На книжнике, когда вы читает часы. И по книжнике с книгами сидим. Да. То есть священство как бы отдельно, да? Книжники это просто знающие книги, да? Да. Богословно. Почему не Богословно? Нет, тут надо так отделять, что священство это священство, которое исполняет сейчас священное действие. А книжники это люди, которые, ну может быть это и они тоже самые священники, это надо знать. Книжники фарисеев синагогах, может быть они обучали как бы людей? Они же закон учили. Вот, а имена это сказать. А, это калера Левитова была отдельно калера Левитова. Ну понятно. Ну для нас там, если перекладывать на донации и право у нас, то кто обучается? А где обучается у нас? Ну вот, 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 книжник. Он же из Железа Несана ничего не делает, он книжник. Правильно? То есть богатые священники у вас как раз и относятся к ним? Нет, к ним не относятся к ним? Три самолета. Просто богатые иногда получают. Не, ну тут как? Если брать ветхий завет, колено оно было... Это понятно. Для нас в современное время мы сейчас здесь живем. Как нам это оплатить? Кто у нас? У нас кто-то поедает дома, бедные, домские. Есть такие? Нет. Нету таких, да? Как нету? Нету. Есть, конечно. Налоги вы. Налоги вы. Налоги вы. Налоги вы. Ну да. Потому что, смотрите, что пишут. Вкрадываясь к сим беззащитным женам под видом заступников, который бицемерно продолжительную молитву нарушил благочестие и бицемерие в обольщании опытных поедает домы бедных. То есть, ну а тут так уже. Сейчас вы лиги вкрадываются. За что доверяем? За что доверяем? За что доверяем? Кто батушка сначит? Большие слои благословить, там, любая свечка там, еще что-то. Там денежка, денежка, денежка. А это разве не вкрадывание? Ну, там же не силой тебя люди сами идут. Не то, что силой. То есть, ты пока не купишь, не пройдешь. А каждый сам же для себя уберет. Но если у него нету средств, он не будет покупать. Там написано, что постоянное моление. Кто у нас из налоговой приходит и молится, да? Они безбожники все. А вот именно те, кто молится. А вот кто молится к тем, кто вот это делает? Мне кажется, это не подойдет. Потому что мы пытаемся ту картину прилепить к сегодняшним дням. Да, наверное, один в один. Нет. Да потому что сразу всплывает именно... А что всплывает-то под этим? Книжники, они учили закон. Кто сейчас закон? Хоть как-то он учит. Не из налогового же, а священники. Хоть что-то так говорят. Моговые там, библи читают. Сколько раз нам говорят. Ты что, по что? Священники-то пошел. Денег зарубить. Разве не так? Ну, это не все. Видишь, батюшка молился. Мотаться клубы играл. Даже карикатура была. Это знаешь, что я девочкой была. И силой подходит. А, Ольга сказала, батюшка. Ты же руки поднимаешь. И заработаешь. Мы все думаем, что это отстранено только для них. А для нас это прям прямой образ. Потому что если глаза открыть, начинаем понимать, что происходит вокруг. Кто приведет к антикрестопластике? Кто, что это делает, пропускает? Почему существуют такие грехи, как симония в цепи, о которой Игнатий бьется сколько лет? Говорит, торговля идет прямо в храм. Торговля прямо открыта. Христос единственное на кого поднял на полгоше и разнес все это. Опрокидывал все эти торговые залы. Торговые залы. Торговые залы. Торговые залы. Торговые залы. Торговые залы. Декорнижники. Он в наше время существует. По другим видам. Благочестимым видам. Просто его нельзя допускать в жизни. Давать в проявления, чтобы потом не быть осуждены за эти осуждения, которые Бог осуждал Господь. Чтобы мы были сам осуждены. Для этого существует толкование. Чтобы увидеть, увидеть на своей жизни, отобразить и не позволить этому духу тонкому, А он же все равно тонкий дух, под видом обольщения, вкратываясь, чтобы он позволял разрушать наше общество христианское. Я просто говорю, если относятся к священникам, то разве не говорят, а вы что осуждаете батюшек нашим? На каком основании? Он сказал батюшка, и все. И батюшка у нас главная работа. То есть все, не смейте. Попробуйте в церкви православной что-нибудь сказать против батюшки. Вот и все. То есть сразу под контролем. Это мы говорим легко так это. Не подпускать но внутри ты не подпустил, заходишь в церкви и молчишь. А тут вокруг тебя идет не литургия, а летает дух Меркурия, свечи по головам оббьют, тебе передаешь и покупают и торгуют и так далее. И как мы ее реагируем? Да никак. Алексей, у нас задача изучать толкование, а не изучать. Нет, совсем разные вещи. Я понимаю, если этот разговор был о Симонии, где они мы его изучали, где конкретно говорится, да, где уже было в Новом Завете проявление этого. А когда мы читаем Евангелие, и что к этому месту натягивать, как говорят, как натягивать, переносить на это время, на сегодняшнее, вот мы перенесем. Смысл таков, когда, когда, какой нам, если Библия говорит о давних временах, тысячелетних, то у нас совершенно другие времена, другая церковь, мы другие. Никак не относятся. Все понятно. Сегодня в Деянии читали, там к вам войдут волки. И зачем, чтобы увлечь народ за собой? Да. Вот это вот место сегодняшнее, чем оно отличается? Это именно центральное, чтение Деяния сегодня было, что уведут за собой, не за Христом, а за собой, за своим мнением, за собой. Ты как раз прочитал столкование, как написано, что он будет в кранчево говорить и поедать? Ну, а кто им двигал? Имя, кто двигал? Дух. Вот этого Духа мы увидели, все зафиксировали и приложили к своей жизни. Пошли дальше. А вот умеют. 41-44 стихи. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клавят много. Придя же, одна бедная вдова положила две лекции, что составляет кадрам. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавишек сокровищ. Ибо все клавят избытка своего, а она с гудости своей положила все, что имела, все пропитание своего полкования. У иудеев сохранился особенный обычай. Тот, что имеющие и желающие делали вклады в церковную сокровищницу, из которой получали содержание священники, бедные и вдовицы. Между тем, как многие делали это, подошла и вдовица и показала свое усердие лучше богатых. Слава тебе, Христе, что ты и малое объемлешь лучше великого. О, если бы и моя душа садилась в долицию, отвергшей сатаны, с которым сочеталась неподдобными делами, и решилась бы повергнуть церковную сокровищницу две лепты, плоть и ум, утончив их, плоть воздержанием, а он смирением, дабы и я услышал, что всю жизнь мою посвятил Богу, не имея в себе ни сколько, ни помыслов мирских, ни побуждений плотских. Совсем по-другому плаву, кто-то в болиции или лепты так. Значит, была сокровищница все равно кладет люди. Нет, здесь особое, особое сокровищество для содержания в долиции. То есть она именно для них же. То есть она приняла в зеркалях сокровищницы брали, брали, снижание. Если духовно, да, вопрос, если в Израиле же была установлена святая десятина, чтобы именно священство от этого впиталось, почему именно вот так? А это откуда взялось тогда? Церковное, было написано так, что была сокровища, покровища, окружность. Может быть, это и туда приносили десятину складывали сокровищницам. А она принесла все, то есть это не десятина, она взяла все, отдала. Почему бы она, если бы две лепты она бы взяла, так и двух лепт принесла бы десятину и спокойно была. Нет. Ну, а то что такое программа? Нет. Извините, она отдала все. Но тут толкование это и говорится, что все это две лепты в церковном сокровище дала две лепты плоть и ум, утончив их, плоть раздержанием, а ум смирением, дабы и я услышал, что всю жизнь мою посвятил Богу, не имея себе нисколько ни помыслов мирских, ни побуждений плоских. Вот это о чем говорит? Почему? двумя лептами все, что у нее было, она отдала. Имеется в виду это плоть и ум. Всю жизнь посвятила, все, что было уже подтверждает это. Ну и что, что взяла к ниславу вере? Это подтверждает то, что вера и такова, она прекрасно понимала. То есть, если она любит Бога, она все отдаст для Него, и она понимает, что Он любит человека, и ей предотвенется. Вера и евро и двигалась. Почему это подтверждение было? Вера, именно вера, потому что Господь была, она это понимала, отдала все. Вот подтверждение того, что спереди было у нас. Начитает. Глава 13, 1 по 4 псих. И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников Его, учитель, посмотри, какие камни, какие здания. Иисус сказал ему в ответ, видишь сие великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда Он сидел на горе Ильонской против храма, спрашив Его наедине, Петр и Яков и Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться. Толкование. Он предрекает, что тем не менее всего этого не останется даже камня на камне. Против этого некоторые говорят, что много уцелело остатков от древнего города Иерусалима и таким образом пытаются представить Христалл живым. Но это напрасно, ибо если и сохранились некоторые остатки, что, впрочем, несправедливо, то до всеобщей кончины не останется камня на камне. Впрочем, история свидетельствует, что Эли Андриан раскопал самые основания города и храма, так что через него исполнилось прощество о том, что не останется камня на камне. Иисус знает, о каком клинике говорилось Христос привлекал. И в каком году это все случилось? В 70-м году. Да, в 70-м году историк Флавик, христианский историк рассказывал, что, как это все происходило в разрушении Усалима. Марка 13, глава, спятого по 10-й стих. Отвечая, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не крестил вас, ибо многие придут под именем и будут говорить, что это Я, и многих прелестят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения, это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилище и бить синагогов, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства пред ними, и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Толкование. «Были иму галилеяне и февдо, кои выдавали себя за помазанников божьих. Услышите, то есть говорит о войнах, это те войны, о которых и Иосиф в лаве повествует, и которые были пред разрушением Иерусалима. Иудеи в то время возмутились и перестали платить даме римлянам, и разгневанные римляне пошли на них войною и делали постоянные нападения. Но это еще не конец Иерусалима, ибо римляне еще оказывали человеколюбие, и не одни войны были, но и другие Богом посланные казни, голод и землетрясения, которые ясно показывали Иудею, что сам Бог ведет с ними брань. Все же это было только начало болезни. То есть предстоящих им бедствий. Благовременно вводит речь о них, что их будут предавать судилища. Это для того, чтобы от общих бедствий они получили некоторое утешение своих собственных бедов по свидетельству им, то есть, чтобы быть им безответными и видеть свое осуждение уже в этом, в том самом, что истерзуя вас, они не могут преодолеть истины. А чтобы ученики не подумали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповедь Евангелия, Господь говорит, что во всех народах подобает прежде проповедан быть Евангелием. Евангелия, а потом уже предан будет запущению Иерусалима, Римлянам, 10 глава, 18 стих. И это обстоятельство послужило большему осуждению иудеев, то есть, что проповедь распространялась всюду еще прежде разрушения Иерусалима, ибо, видя, что проповедь сия в краткое время распространилась по всему миру, они должны были признать в этом силу Божию, покаяться и таким образом избавиться от бедствий, но они не вразумились, потому и осуждению большему подвергнутся. Комментарий Игнатий и Павлакова. Самое большое сопротивление проповеди сегодня оказывают в пастыре церкви и в первую очередь в лице архиереев. Идет патриаршеслужение, около двух десятков архиереев прислуживают патриарху. Молча появляются из Алтая, молча стоят посреди храма в отдельном загоне, в тяжелых лизах, и молча снова удаляются, как будто идет театр мимо, в кавычках. Люди спрашивают, что, они у вас разговаривать не умеют? На слемите 100-миллионную аудиторию поднимите и показывают, как патриарху посреди храма застегивают пуговички, засупонивают, как боевого коня на сражение. И люди снова спрашивают, он что, сам одеваться не умеет? Разве какая-то душа скучана, зашедшего в храм гречника, может от этого обратиться и принять Христа своим спасителем? Разве непонятно, что все это не имеет совершенно никакого отношения к вере Христовой, к тому, что Дух Святой отобразил на страницах Библии, о чем говорят церкви-толкователи, как блаженник и филат. Они день и ночь криком кричали, дайте людям проповедь, проповедь, еще раз проповедь, и при том, не просто пересказ, чтение чужих проповедей, но живое, грозное, обличительное слово живого Бога. 1 Коринфянам, 14 глава, ну тут выбор 20-21, 24-25 христика. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. В законе написано, иными языками, иными устами будут говорить народу всему, но и тогда не послушают меня, говорит Газыгодь. Но когда все проповедуют, когда все пророчествуют и войдет в тот неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом данное сердце его обнаруживается, и он падет вниз, поклонится Богу и скажет истинно с вами Бог. И тут опечатано, написано поет, а тут падет вниз. То есть есть у кого дополнения к вопросу? Как-то приезжал к нам этот епископ Василий, а я Руфку говорю, ну вот пойдем сейчас богослужение будет, а потом будет концерт. Ну и пришли, и вот она вот это богослужение, когда одевание, раздевание, все это. Я так громко потом сказала, все, концерт закончил. Детский умок подседет. Нет, но он же не сам это придумал, это пришло, как вчера я читала, все толкования, все эти соборы, святые отцы, то есть это же не то, что вот он сам придумал и вот так он хочет одеваться. Может, он бы и не хотел это надевать, а у него рост так есть. Батюшке положено так, он не имеет права, он бы захотел сейчас перегородку уберу, вот это сделаете, сразу скажет сектантом зачем мне мощи скажет мне, зачем мне вот это, я вот как хочу так сам это делать. Может наш батюшка сделать? Конечно, нет. Не может. Ему и не нужно это делать. И так же епископ, что он может что-то как бы изменить, это как уже как бы сложилось как бы веками, когда получается, что, ну я была вот у бакистов, много раз видела, что не спадет и покаяться, что люди выходят и каятся в своих грехах, я видела, что от живого слова люди, тогда все наше богослужение, это вообще все зачем тогда и находиться тогда здесь, если все неправильно получается, тогда правильно другие, кто проповедует, несет слово Божие, значит, как-то где-то это по-другому должно быть, то есть это же не от них зависит, как они могут это изменить. потому что если говорим речь идет о патриархах, поеписках, а теперь представьте себе, то есть в нашей церкви, это прообраз того, как себя вел на земле Христос проповедовал слово, живое слово сам говорил. А где он так поступал? Он приходил ему, ученикам своим. Ну где, чтобы его одевали? Он выходил, устраивал концерты подобного рода. Было такое? Что, я не понимаю, они прекрасно это понимают. А вот и под каждое время они просто так накладывают эту одежду, они просто так кубоку и всему придают значение. А мертвое слово? А язык? А его нет. Это мое ощущение, вот представьте, ребенок, который одеваться не умеет. Ну, это осуждение даже сильнее били. Ну, ты сам надевайся-то, вот его, извините, и место подтирают, и это, ну что, выводить это на сцену, это, ну, ты сделайте так, за кулисами, там, где-нибудь, чтобы тебя одели, вышел, и скажи живное слово, вот о чем речь-то идет. Чтобы вот так вот падали, как у бартистов, закалились, где у нас такое? А ведь было. Василий Великий, святые, еще где-то, то есть, ставили богослужение ниже, чем дисциплину на службу. Почему? Потому что огонь должен гореть, а где этот огонь, когда по храму ходят непонятно, какие-то концерты, что-то делают. Народ не понимает, настоятельно смотрит, правильно, Люба сказала, что концерт окончен. Но не так, разве мы не понимаем умом свою, что что-то против будет. Потому. Он говорит. Да, то есть устав к уставу, это понятно, но порой за этим уставом скрывается очень много того, что не должно этого быть. потому что понатащили. Михаил, пожалуйста. Я хотел сказать, что пускай бы одевались как хотели, но главное, чтобы главная цель, которую должна церковь преследовать, это проповедь Евангелия, чтобы от этой цели они не отклонялись никуда. А так пускай бы Дмитрий одевает, и в дневной одежде, и в золоте ходит, чтобы проповедовали Евангелие. Я так думаю. Да, правильно я доверяю, потому что вообще богослужение, это же обрядовая сторона больше относится, а проповедь это уже самое главное, живое слово. Если оно, от живого слова люди обращаются, а когда уделяется больше внимания обрядовой стороне, то живое слово оно затухает, ему даже места не дают. почитают в храме на славянском языке, спинают народу, в алтареях, перечитативом, и оно просто проскакивает мимо и все, и люди от чего будут обращаться? От чего? И не от чего обращаться, зацепиться незачем. И когда это с худея сторона, самая главная проповедь, то преобладает обрядовая сторона, это ему дает пышность, нарядность, а самого главного нет, семени, распространения. Поэтому люди духовные не рождаются. Они воспитываются в этом, веками воспитываются и придают этому большое значение. А слово остается в недвижении. То слово живое, которое оживляет душу. Ведь богослужение все устроено только для этого, чтобы душа вышла из службы обновленной, духовно обновленной, чтобы она получила пищу ума, чтобы выйти из храма она получила, думала о чем-то, о чем-то думала, чтобы вот эта семечка упала. И человек всю неделю дома развивала, как применяю я к себе к своей жизни. Какие плоды дает это все? А раз этого нет, то происходит. От нашего богослужения. Вот о чем не говорится. А когда плоды вышел, уже забыл. Вот о чем не говорится, потому что обряды на стороне дается большое значение, а Евангелию проповеди малое значение. Ну уж тут маленько подкорректировали на две проповеди. Главное место, которое настигнешь, подчеркиваю, оживое, обличительное слово. Кто может обличать кафедры церкви, если выходит патриарх? Одно слово его должно содрогнуть всех. А Бог дал ему власть говорить. Да не просто так, а кому говорит, кого он обличать должен. А рядом власть стоящая. Не дай устраивать не народ и для власти, а для греха. Секундочку, это понятно, что для греха. Но он выходит, кого обличает? Не пустой звук, кого-то абстрактный, духов что ли, или людей? Людей обличает. Почему обличительное слово? Что вы делаете? Что вы творите с народом? С народом? Что вы устроили, устраиваете войну? Что вы грабите народа? Это и так далее. Если бы звучало это обличительное слово, в Евангелии оно бы там говорит, каким должен быть человек, если говорится о смирении, о любви. Основная заповедь, о которой любите, богово-настовое ощущение, что вас ненавидят народу и законы такие, что просто поражаешь. А стариков забывают, поедают именно детей в своих детей, в дом своих. Пенсии отнимают, все отнимают. Об этом речи это обличительное. А по тряпочке одевается красиво, концерт проходит от живого обличительного слова для простых людей, для богатых и для власти мужчин. Где оно обличительное слово? Больных духов не только богатый власть имущий, а все люди. И обличаться в храме должен быть грех. Потому что золотомус говорит, что в храме и проповедь не должно называться имена. Ну, Грех, это же не ответственно. Не снял ее... Потому что больные грехом все. Все общества, все свои общества. Да это и так понятно. Вот. Должна быть просветительская работа, разъяснительная просветительская и борьба. Через таинство борьба должна быть грехом. Понятно, Игорь, понятно. Как это относится к этому месту? Выходит, вот я постраиваюсь в конце. Мы должны это как? Мы молча, это да? Слушай, мы православный, склонили голову, куда денешься? И на эти тысячу раз говорили, четыре поста сделаны невыносимые. Когда работать надо, весна или осень, а у нас посты такие, куда денешься? Православный склонил голову и дальше пошел. А евреи, это один главный пост. Они это прекрасно понимали, знали, что отношение было какое-то строгое. Я к нему хорошее попробую. А у нас посты, что делаются? Вот если все... Алексей, мы должны понимать, что пост нам дат во благо. Да не об этом речь. Просто не должно быть перегибов. Как раз об этом. Обряды, скорее, предается, что большое значение, а слово Божье малое значение. Вот о чем. И как-то множество неких осень. Да? Да. Я с этой, как я сомневаюсь. Просто, Матвил, ты говоришь, что именно от них именно все и зависит. Не то, чтобы там разламывать перегородки. Пусть это все в рядовой стороне будет, но что-то маленькое, что он может, тот же епископ, сказать живое слово, повернуться к народу. Они же это могут. Ты же этим ничего не нарушил. Вот. Они могут именно хотя бы что-то говорить. А если он вообще простоял, продевался, то есть ничего не сказал. Ну, то есть вот и результат. А они властимущие. Именно если какие-то реформы, то они с головы должны начинаться, а не снизу. Если снизу, то это уже там революционный переворот. Ну, это там первых двух ступеней так будет работать. Две ступени. Первая. Призывающая, обращающая и просвещающая. То есть вот в третьей ступени у нас православных есть. То есть это уже освещаемая. Последняя. Да, в первых нет. Вот в чем беда. Вот как раз для изучения вам, для слова Божьего нет. Если Батюшка видит у нас немножко не так даже, то уже какое отношение к нашему, какие сектанты, такое. Что-то может сделать. В том-то и дело. В том-то и дело. Потому что это главный момент, центральный момент. Говорить в Савдаре, а что она просто показала веру, какова ее вера и какова вера стоящих как бы наверху. это они сами сами своими действиями. Простое, есть простое правило. Как определить человека? Верующий он, неверующий, хороший он, плохой, добрый он или недобрый. Как проверяется, как Библия говорит? По делам их узнаете их. Ну вот и все. Так вот именно как он будет говорить о каком-то смирении или там ну да, о смирении, когда вот они сами такие выходят. Колотки иногда выходят с вещей. И столько фотографий было. Идет, приезжает какое-то известное священие, подходит, а ему с цветами стоит там, даже трудно назвать человека, там бочка стоит такая, что думаешь, ну ты сам-то разумеешь или не разумеешь, что ты делаешь? Внешне даже посмотри на себя, отойди в сторонку-то. А стоят такие, и главное не как, а что ты осуждаешь священника? Слышишь ты, как ты говорил? То есть я просто прекрасно понимаю, что налепят ярлыков, чтобы их смотреть, налепят ярлыков. Да, если они не понимают, кто-то может им подскажет в конце концов. Михаил, я хотел бы сказать, я хотел бы сказать, что вот наш брат крестился и ушел в православие. А почему он ушел? Один из мотивов, которым говорит Алексей, что несоответствие дел, которые делают наши священноначальники и прихожане тоже с тем, что написано в Библии. То есть он увидел в этом ложь и неправда. Ну и решил, что это не церковь, и я ухожу отсюда. Все, он вышел. Но это церковь, наша церковь, и какая она есть, такая она и есть. Со всеми недостатками и достоинствами. свет миру, вы, вы свет миру. Мы должны быть свет миру. Но свет потеряли, но не совсем. Я думаю, что благодаря вашей общине, на тихую еще. И еще есть какие-то люди, вот Геннадий, отец Геннадий Фраст или другие там священники. Находятся люди, которые все-таки стараются Евангелие проповедовать. Одеваются, конечно, они по-разному и по-разному стараются пышно, и все это показуха. И сегданты, кстати, пеняют это все вовсе нам, что какая же в этой церкви это, что вы и Слово Божие не проповедовали, и православные не знают Священное Писание и так далее, и так далее, и так далее. И патриарх там говорит совсем не то, что говорит Христос, а учит как бы от своего имени. Но все это так. Но это церковь. И мы, находясь здесь, мы и обсуждаем вопросы эти все, и тем более на видеокамерах нас будут все видеть и слышать. Вот мы должны как-то понимать, что надо нам придерживаться цели, которые у нас есть. Это проповедь Ивановна все-таки. И самим это соответствует тому, что написано в Священном Писании. Чтобы не пеняли хотя бы вот, чтобы мы своим лицом не портили лицо Церкви, я так скажу. Чтобы лицо Церкви из-за нас не хулилось. Вот. А вот я хотел тут такой вопрос. И во всех народах прежде должно быть проповедовано Евангелие. Оно должно быть во всех народах проповедовано. Кто-то должен проповедовать, а Церковь остановилась. Она как-то потеряла эту цель. Все. Патриарх сказал, что празелектизм, то есть проповедь, она не наше дело. в мусульманских странах тем более они тихо, сидят в своих местах, никто не вылазит, особенно богослужение, богослужение, богослужение. В Советском Союзе то же самое было. Богослужение можно проводить, а проповедовать нельзя было. За проповедь там вот это садили, сами знаете. То есть проповедь, как Игорь говорит, на первом месте стоит. Богослужение, оно помогает всему этому. Богослужение, если перевести на русский язык, это чистая догматика. Чистая догматика. Там догматические правила, все эти соборы, которые проходили, там вся эта догматика, она поется в стихирах, там даже есть это так называемое догматик, вы же знаете, да? То есть народ бы присвещался еще через богослужение, чтобы на понятном языке это все было. На русском с трудом понимаем, с трудом воспринимаем, а что уж говорить здесь на церковном славянском, на непонятном. Конечно, мы стоим там и ничего нет. С трудом улавливаем какой-то смысл, а если еще это, не знаем, Евангелие или Библию это не читали, тем более ничего не знаем. Канон читает, тоже ничего не понятно. Либо отстоять. Так оно и идет. Но тем не менее, это церковь. Хотя вот я согласен и с Алексеем и с Игорем желалось бы, хотелось бы, чтобы патриарх проповедовал не от своего имени, не себя ставил на первое место, а ставил Христа на первое место. И чтобы уста Христовы церковь озвучила слова Христа. И церковь была бы устами Христа, а не так Христа. Последнее, чтобы закрыть этот океанин. Первое, что нужно помнить, ну, во-первых, это наследие от того, откуда мы приняли христианство. А оно уже было тысячу лет. Вы представьте себе, за короткий период времени в жизни все пролетает и смотришь, какие изменения происходят. Как развалился Советский Союз, я вот вижу и нынешнее состояние, и видишь, как меняются в церковных делах все это дело. Время и нынешнее какое? А оно именно говорится о приходе близком, 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 о приходе антихриста. И какова будет вера? Вера почти не будет. Мы по родине христиан побольше, если честно говорили. А представьте себе, византийское наследие в тысячу лет, и мы принимаем это. Да, это правильно он бы сказал, устал, он завязан в рамке. Патриарху много бы сказать, а он не может, у него устал, но его должны одеть там 20 человек, вот боковые. Потом, конечно, они говорят, слово, живое звучит, а ну да, говорят там, это видеть можно по телевидению. Но удивляет там другое. Вспомните, Ферафим Роус говорил, а вот этих зеленых человечек, это безы, а сейчас Кафолическая Церковь открыто говорит. Это безы. Представляете, отречь это, можно спокойно найти, что это нисколько не произойдет речь веры Христовой, это наши братья по разуму. Да что такое? Вся Европа передает христианские основы, закрываются храмы. Так это вы, Европа, вроде были там, насаждали это, это делали, Кафолос, Вселенская. И вдруг все это подбирается. О чем это говорит? Это говорит о том времени, в котором мы живем. На наших глазах происходит событие, я не знаю, моя жизнь только зацепила столько, что поражаешься, я рад, что я живу в России, бережу столько и имею столько. Поэтому, да, мы прекрасно понимаем, но не говорить об этом нельзя. Я думаю, наверное, и священники тоже, и епископы это четко понимают. Наш епископ, Евтихий, как-то мы с ним говорили, получилось так, я его спросил, Владыка, а какова должна быть цель? как он показал на нашу, вот такая вот, бедная такая, то есть он сказал, что не должна быть пышной, это, говорит, нормальная цель, как-то та, которая ветхая, древняя была, то есть первые христиане. И самое интересное, то, что читалось, и будут синагогы вас предавать за меня, то есть кто имеет сейчас власти, кто основная верхушка, к чему ведется все это? Приводят антихриста кто? Понятно, что кто, и кого, и христиан будут ставить, и мы будем отвечать. Как раз это говорит о том времени, о нашем времени, которое, и то, что сейчас происходит, это не бойтесь, Господь сказал, ибо будут влаги, моры, и так далее, и так далее, но до конца дней все равно будут цветы, то есть ради них сократится и вера. Но то, что вера скудеет, это везде и всюду, это видно восьместном. Да. А будет ли вера, да, принято. И всю. Марка, 12 глава, 113 стихи. Когда же поведу предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что, оно будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но дух святый. Предавшим брат, брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умретвят их, и будете ненавидимы все, всеми за имя Мое, претерпевшись же до конца, спасется. Толкование. Действительно, прежде, нежели наступит решительное братье римлян с Евгением, чего не потерпели от них апостолы, будучи преданы на судилище, и введены к царям, Ироду, Агриппе и Нерону, при этом предсказывает им и то, что всего хуже именно, что они будут преследуемы и от своих домашних. Говорит же, это для того, чтобы они, слыша о всем, предварительно приготовлялись к напастям, и впоследствии могу легко переносить их. Далее следует тишение. Ради Меня, говорите, будете ненавидимы. Это самое великое облегчение несчастья. Великое также утешение заключается и в том, что потерпевший до конца спасен будет. Вопросы? Может, обо мне? Вот самое трудное, это, я считаю, для меня, я вот вижу, почему сектанты уходят из православия. Одно мое такое мнение, что, потому что здесь очень трудно у нас. Посты постами, там, каноны канонами, но еще и Слово Божие несоответствует. Ну, как говорится, все это, они видят люди, когда начинают читать, они понимают, что вот здесь вот несоответствие, здесь несоответствие. И, а здесь находиться в церкви очень непросто и очень тяжело именно вот православить нам. Потому что здесь и нас и сектантами обзывают, и еретиками, и так далее, и так далее. Когда начинаешь говорить по Слову Божию что-то. А люди, которые не хотят комфортной, легкой жизни, довольно-таки, не скорбеют за церковь, не болеют за нее. Потому что через скорбь мы показываем свою любовь к своей церкви. Именно церковь Христовы, а не просто так православных. И скорбь это находится в человеке. Он будет скорбеть. И я вижу, что Алексей, он скорбит, он переживает. Он видит, что это несоответствие. И он не уходит из церкви. А другой человек выходит, потому что тяжело это все переносить. Все это видеть и находиться здесь внутри. и тем не менее это церковь. Я думаю, что поэтому люди это уходят часто. Ища как будто что-то на стороне. А нужно находиться именно в церкви. Здесь, именно здесь трудиться. Я хотел добавить Михаилу, что люди часто уходят, потому что они не ищут Христа. Ищут и ещут. нет. Потому что они видят перед собой людей. Вот в чем сложность. Тут надо не ставиться так. Не просто людей, а людей, которые не не сражаются. То есть люди являются соблазном. Это слабо люди верят. Но это распространенное такое, сильное такое явление, что люди приходят и говорят, ах, батюшки не тот и уходят. Они не понимают. Почему? Я объясню. Почему? Потому что церковь, она держится на таинствах. что в таинствах вот именно сама суть церкви, таинства. Но прежде должна быть проповедь, как изнательно, как писание. А когда проповедь отсутствует, то таинство теряет смысл, то есть человек не знает. Он видит перед собой священников, соблазняется, легко и уходит. потому что он не видит следующее. Он не видит Христа, не видит таинства, не знает, как изменяться, потому что Слово Божие, опять возвращаемся, что Слово Божие не проповедуется и не учится. Поэтому теряется весь смысл нахождения в православии. Вот чем опасность. Почему отмитрируется внимание на писании, что писание должно быть на первом месте, разъяснительная работа духовная. А когда появляется основа, фундамент в твоей духовной жизни, писание, тогда для тебя ты легко преодолеешь соблазн получивший от священника или от брата или еще что-то. Потому что ты знаешь, что таинство самое главное. Я хотел сказать, что надо любить церковь. Любить Христа, любить церковь. А любить Христа это конечно. Самое главное. Первое, церковь забыла. Понимаешь, что это будет? В чем дело? Церковь держится во-первых, на вере. Именно на вере. Таинство это таинство. Без веры они ничего не будут. Вот я беру, что вера, слышь и не отслышь тебя в Слово Бога. А любить, любить церковь, любить церковь Христову. Именно, чтобы в церкви Христову, если ты любишь церковь Христову, ты любишь Христа. И люди, ищущие Христа, они не находят здесь людей. Вот в чем дело. Они находят, видят только ложь. Не правда. Потому что ложь, она действительно присутствует здесь, через людей. Они думают, что они потом перед Богом оправдаются. Допустим, да вот я пришел в церковь, а тут вот такое священие, то есть это не будет им в оправдании. Это будет им в осуждении. Потому что каждый человек ответит, то касается себя. Бог не будет, ну, ты не сможешь оправдаться, что, а вот мне там кто-то сказал делать так, я пошел так делать. Нет. Как их нахитиклик говорит? Я пришел, когда у него был поезд, я пришел, там, туда, раз, веры много, как, давай, все это сужать, как вот он всегда говорит, клеенка, клеточки, говорит, вот давай их, это, сужать, сужать, все, к первому веку подходить, подходить. То есть, если человек ищет истину, а истина это Христос, да, Евангелие Диана 14, 6, все, то есть, ты в итоге все равно подберешься ко Христу, к истине, и ты поймешь, что именно православная церковь со всеми ее болячками, со всеми ее гнониками, что именно она истинная, а не какие-то сектанты, появившиеся там, 17-18 век, вот, и ты придешь в эту церковь, и будешь работать здесь, очищать ее, от гноя, там, от силы проповедовать, но ты будешь здесь, а не уйдешь туда. Вот, и очень печально, что они думают, что я ищу Христа, здесь все плохие, ушел туда, он не оправдается. Ну, и что скажет, а где, где я тебе говорю, то есть, ну, то есть, все, кто вон завершает. Я хотел дополнить, что мы должны понимать, что Михаилу намного сложнее, чем нам. Мы собрались, движимый желанием Слово Божие изучить, а Михаилу приходится в той обстановке, где Слово Божие не проповедуется. Жить, и еще уметь проповедовать, и отмечать, и отмечить так, чтобы тебя услышали, и чтобы тебе не было действие на Слово, ну, сложнее. Поэтому он и болеет за этот момент, что он вот и уходит. Игорь, мы болеть за церковь должны все, я думаю. Каждый из нас, даже вот это, ну, сколько это, это болезнь, это церковная, это любовь, это проявление любви, я думаю. Ты же не равнодушен такая, понимаешь? Равнодушие, это просто допускает, идет все так, как оно идет, я бы приду, уйду, свечку поставлю, исповедую себе все. А у души-то это все. Ну, говори. Леонид, я просто хотел, как раз, не теряю, подсказывать Игоря и Елисея слова. С чем мы начали занятие? С какой заповедии? Возлюбие. Возлюбие. Как Господь поставил приоритет? Сердцем, душою, а в конце только разумом. Вот люди, которые приходят и уходят, они обычно принимают это разумом. Подведел, увидел людей, там, что-то делают, никто собрались, ушли. Господь предузнал своим. Почему? Первое, сердце, разместилище Духа Святаго, да, душа, которая реагирует, мгновенно совесть начинает говорить. А потом только разум. И вот люди, приходящие по разуму, обычно их мотают, из одного конца в другое, пятое, десятое, ну или пока Господь не коснется. Господь предузнал своих. А будут отпадать? Всегда было такое. Третье ангелос на небе отпало. Третье. Я не знаю, какое количество это, как Господь восполняет это, как говорят, и в миссии это дело. Мы понимаем, чем и ангелские, и выше ставим. Поэтому нужно понимать, сердце, душа, и разум, в последнюю очередь, Господь предузнал своим. Вот корень чего-то. То есть, если они пришли по разуму, то они будут мотаться, и это падает. Как по расчету, да? Да. По браку. По браку. А кто-то именно чувствует себя. А кто чувствует, да, то есть, что состоит в случае. Поэтому, как раз ответ вот на это, то, о чем Игорь Шеве говорил. То есть, это оправдание не будет. Конечно, мы не переживали за людей, но это было всегда и будет. Господь знает свои. Великий грех всегда, потому что они не признают православную церковь, католическую церковь. А великий грех, я думаю, что нас православных, что мы перестали проповедить Слово Божие. Ограничились только богослужением в основном. Я вот скажу, простите меня, наверное, этическую вещь, но прямо он проспирает. А скажите, о ранней церкви? Раньше кто нас был? У нас в Армауле есть одна церковь, прямо с краем стоит. Скажем, с крестом, такая, не ваптийская. Армянская церковь? Армянская церковь. Они раньше нас пришли. Да, мы там тычем во всех пальцах одни иритики, другие иритики. Но не забывайте, Господь сказал, я сожжу церковь, мы врата в один дуре. То есть, будет церковь именно так, который относится ко Христу. Все тянут одеяло на себя. Католики, это мы, а ведь мы из католиков говорили, а он единое целое. Потом мы по каким-то причинам статистическим, да, разошлись. Другие, все тянут одеяло, только мы церковь, говорят, только пять церквей, а сейчас уже приписывают и шесть, там какая-то еще, копская, или там еще, я не буду, могу, закрешить. И все себе, да, приписывают, только мы, только мы. А Господь сказал, церковь, ты, Симон Петр, о чем он говорил? О вере в Него, вот где. И первое, с чего мы начали, сердце, душа, а потом разум. И разум на последнем месте. Он должен все обработать, что сердце говорит, и делать заключение. Да, То есть сердце, оно лукавое, можно сказать, перевести. Да, если кричит, это правда. Правда на первом месте. Совесть выше Евангелия, слышали такое? Это уже вообще невероятная вещь. Совесть. Кто стали подать святых? Совесть выше Евангелия. Да и в Англии вечное, оно, а оказывается, совесть, совесть, которая прожженная, которая, да, и она человеку побуждает, либо бросает, либо бросит в огонь, потом в конце, либо человек будет. Алексей, вот смотри, адвентисты 7 дня, в разных субботах, я говорю с адвентистом, ты в субботу мясо, в субботу работать можешь? Он говорит, нет. В церковь не пойдешь, то есть на свое, как он называет, ну, в собрание свое, не церковь, конечно. Он говорит, если я в субботу не пойду в свое собрание, то меня совесть замучит. А если будет мясо, еще больше замучает совесть. Какая совесть в нем говорит? Его внутренняя, а как вот это, она правильно говорит? Я его не могу судить. По-нашему, значит, это, она, совесть не правильная. Сударки, совесть одна. Это критерий, да, эталон своего рода, совесть. По совести ориентировать. Совесть обличает, значит, все. Да, совесть обличает. Но совесть не просто так, а совесть, как говорит апостол Барит, свидетельствует мне, совесть моя в духе святом. Да. Именно в духе святом. А, конечно, они, секреты, секреты, они говорят, что тоже находятся в духе святом. Какого-то в таком. Но это уже другой вопрос. Но мы-то должны понимать, что совесть не просто так, а еще и чтобы дух на святом это было пресвященным. Потому что и не верующий тоже, типа, я совестный, я не буду там не ровать, ничего-то допустим. А, ну и что дальше? А вспомните, где место говорится о конце этого времени, и когда будет суд. И, а представьте, сколько раз мы говорили на занятиях, что будут люди, которые не слышали, ну, допустим, не слышали Евангелие, да, то есть он в мусульманской семье, или он был в Африке, где-то в глубинах времени, которого никто не видел, и в котором еще не творились и сианеры. А по каким же законам-то он будет судим? По законам. По тем законам, по которым он жил, да, тот закон, и то, а та совесть, которая в нем была. А совесть, это как раз и есть, кто-то говорит, так сказать, из известных людей, что это некий участок души, который разговаривает с Богом, который слышит голос, да, ну, разговаривает, слышит, то есть реагирует. Вот об этом и речь, почему и в Ставе говорили об этом, что совесть, которая, она и побуждает человека на все поступки, на все действия. А это очень, почему человек обращается? Именно все, как коснулся Духа Святой, все, загорелось сердце человека, обратился, все, все, как апостол Павел. Ну, тут, конечно, особый случай, как Господь, и Господь, и Господь. Конечно, совесть язычника, не знающего веры, не знающего Христа, это, а совесть христианина, который, у веры... это уже... Это развлечение, допустим, где церковь истинная, а где не истинная, там уже бывает, что одной совести мало. Неправда, не согласен, категорически не согласен. Любой ребенок, где бы он не родился, когда первый раз делает грех, первый раз, а я говорю об этом, первый раз делает грех, это всегда насилие над своей внутренней совестью душой, всегда насилие. А делать добро, это как дышать, это как открывать глаза, это как видеть свет, а вот грех обрадил, и человек знает, почему человек, почему мы стали как боги. Потому что мы знаем добро и зло, вот об этом и речь, что у нас есть вот эта вот совесть, вот это вот нечто, что обличает, которое касается, до глубины души скрывается, до самого основания тебя будет жечь. Человек, который будет понимать совесть, если вы его не пустите, если он погибший, если ему, при этом выбрал путь, не пойдет к спасению, он пойдет в веру, он будет понимать, и скажет, да, просто он не сможет это сделать, физически не сможет сделать шаги в сторону спасения, когда будет погибать. Почему? Совесть полкать его будет туда, совесть. Одно из вещей, но еще и, конечно, и дару от Володи. Алексей привел слова Иоанна Златоуста в совесть первичной Евангелия. Но также Златоуст говорит, почему Господь дал писанный закон. Почему? Потому что совесть человек себе заглушил, то есть, ну, как бы, исковеркал всю. Для этого нам должно слово Божье. Вот это надо две вещи совместить. То есть, совесть и слово Божье, на основании слова Божьего, в Духе Святом, о чем он брат говорит. То есть, сверить в себя. Правильно ты это чувствуешь, вот это разумом, разумом, сердце свое. Во свете Библии все будет. Ну все, Соломей, значит, 14 глава, 17-18. Соломей, святого истину, блажит дитя Богородицу, блесно блаженную и пренеборочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, и славнейшую, без сомнения, Серафим, безвестеренье Бога, Слово рощую, сущую Богородицу, Тебе, и чай. Благодарим Тебя, Господи Божий наш, что Ты даешь нам эту возможность собраться перед Словом Твоим. И все, что было прочитано и узнанно, доброе, назови, а лишнее, скорени. Благослови, Господи, путешествующего Батюшку, верни его в мир. И сцели болящего Сергия, на дре болезни, дамы, крепи его, а нас помилуй, ради милости Твоей. Тебе слава за все вовеки, Бог. Аминь. Аминь. Убирай, убрать место, поставить. Не, 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 Он нам нравится.